Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и сегодня хочу показать вам одну партию, которую я недавно сыграл в интернете и в этой партии я применил гамбит, который в последнее время несколько раз уже использовал против русской партии я думаю, что этот гамбит выполнил возможно даже и не знаете, он довольно редкий и давайте посмотрим, что же у нас тут было и так, после Е4, Е5, Конь Ф3, Конь Ф6 у нас была русская партия ну и здесь я раньше очень часто играл гамбит Кохрана, который возникает после Конь Е5, Д6 ну и здесь вместо Конь Ф3 сильнейшего хода, Конь Ф7 можно играть за черных, я некоторые свои партии показывал на видео понятно, что у белых здесь компенсации за коня недостаточная но тем не менее, мы получили 2 пешки за фигуру и черные остались без рокировки в общем, здесь компенсация определенная все-таки есть но понятное дело, что Конь есть Конь и отдавать его в начале партии тоже не все захотят так вот, как альтернатива данному дебюту мы можем здесь сыграть иначе и сделать ход Солнца 4 понятно, что компьютер считает данный ход плохим ну и это естественно, потому что Конь Е5 объективно намного сильнее но тем не менее, в чем идея данного хода? идея в том, что мы заманиваем черных на ход Конь Е4 да, безусловно, черные могут сыграть там Конь С6 и перейти в дебют четырех коней вернее, в защиту двух коней, конечно же но опять же-таки, нужно этот дебют еще черным знать потому что здесь белые могут пойти Конь Ж5 и в общем-то, без подготовки на все эти линии идти за черных не сильно круто поэтому, конечно же, нужно прежде всего рассчитывать на ход Конь Е4 который мой соперник в партии и сделал и здесь мы играем Конь С3 то есть мы не пытаемся даже отыграть пешку а играем подобный вариант ну и далее, после Конь С3 и ДЦ возникает вот форсирована данная позиция я рылся в интернете, искал название этой позиции ну вот здесь Ческом нам пишет Петров Дефенс Урусов то есть Урусов Вариейшн можно продолжить но также на Лечесе я просмотрел ту же самую позицию и Лечес пишет, что это Боденки Заритский Гэмбит ну какое название, правильно сказать, несложно я бы даже сказал так, что это Гамбит Стаффорда за белых то есть что такое Гамбит Стаффорда? это как раз-таки Гамбит в русской партии только когда черные жертвуют пешку то есть в данной ситуации они играют Конь С6 и возникает у нас позиция, где черные получили небольшой перевес в развитии далее все равно они хотят сыграть С5 ну а здесь мы видим ту же картину только со стороны белых и при этом белые, что важно давайте вернемся на наш вариант важно то, что белые уже успели вывести своего слона и это безусловно дает белым много плюсов потому что вот данная позиция, ход Д6, который он со мной сделал который, если мы посмотрим по базе Личеса находится на втором месте, 22% партий это уже серьезная ошибка после хода Д6 уже у белых большой перевес то есть в данной ситуации у черных не такой большой выбор и один из сильнейших ходов это ход Ф6 но очевидно, что если черные играют Ф6 то белые получили очень приличную компенсацию потому что мы теперь не даем черным уйти в короткую рокировку по крайней мере в ближайшее время то есть да, где-то в дальнейшем они могут ее сделать сыграв там С6, как-то Д5 но это все тоже время, это все темпы понятное дело, что на все эти ходы черные могут просто не успеть все эти ходы вернее могут не успеть сделать естественно, что белым нужно здесь играть будет активно ну в общем суть в том, что ходы Ф6 далеко не такой очевидны и на автомате многие будут играть Д6 по базе вы сами видели, 22% партий ну вот тут я сыграл Конь Е5 на самом деле гораздо проще и сильнее сыграть Конь Ж5 то есть та же самая идея атаковать слабое поле слабое поле Ф7 но без каких-либо жертв без какой-либо тактики просто напали на это поле ну и здесь за черных объективно сильнейших сыграть слон Е6 то есть пешку они здесь теряют но по крайней мере не теряют качество и тут оба взятия хорошие и слон Е6, и конь Е6 в принципе я смотрел с компьютером эти позиции и там и там у белых все прекрасно ну допустим покажу вариант с ходом слон Е6 в начале ну и далее после ФЕ Конь Е6 черные играют Ферзь Д7 ну и здесь можно и побить слона на поле Ф8 можно сыграть Ферзь Д4, защитить коня в общем здесь во всех вариантах у белых полный порядок и в общем-то есть перевес ну и можно было опять же таки, скажу, сыграть вместо вместо Слон Е6 сыграть Конь Е6 Конь Е6 тоже логичный ход потому что мы оставляем белопольного слона сильного, теперь слон у нас жив и соответственно в этой позиции тоже у белых не просто порядок, а даже перевес в общем вот так вот проще всего играть белым но здесь я усложнил сам себе жизнь но с другой стороны получились очень интересные варианты после хода Конь Е5 итак Конь Е5, я знал, что такой ход работает то есть почему он работает давайте объясню в чем идея этого хода почему же мы ставим коня под бой дело все в том, что в случае взятия коня что будет за черных ошибкой белые форсированно выиграют ферзя то есть мы играем в Слон Е7 такая типичная тактика ну и здесь на Кроле Е7 Слон Е5 еще будет то есть Кроле Е7 ничего не меняет ну и на взятие Кроле Е7 естественно мы съедаем ферзя уже сразу получая уже приличный материальный перевес здесь конечно же у белых все замечательно и в общем-то позиция уже близкая к выигранной так что поэтому взятие коня здесь не работает и он сыграл в данной ситуации Ферзь Е7 Ферзь Е7 правильный ход и вот тут я уже задумался как мне играть дальше потому что связка-то есть и к нему ходить мы не можем но здесь я нашел пару интересных ходов и сыграл достаточно сильно Слон Ф7, Крол Д8 и рокировка то есть мы безусловно здесь обязаны играть очень активно рокировка идея такая что мы готовим вывод лади и уже конь уходит из-под связки ну понятно что если черные не бьют коня то у нас тут будет полный порядок поэтому безусловно Ферзь Е5 самый принципиальный ход возможно по компьютеру не сильнейший но тем не менее так бы сыграло большинство людей я бы за черную потору сыграл именно Ферзь Е5 ну и далее Ладья Е1 Ладья Е1 напрашивается ход здесь ничего такого сложного нет Ферзь Ф6 он сыграл и вот здесь тоже на самом деле я перемудрил то есть в принципе я рассматривал конечно же ход Ладья Е8 но не понимал что там будет дальше а оказывается что дальше здесь у белых будет мат 10 ходов ну так далеко я считать пока не готов на самом деле вариант не сказать что супер сложный но тем не менее в условиях блица можно здесь не разобраться итак Ладья Е8, Крол на Д7 далее Ферзь Е4 ну и тут что получается ходы типа Ферзь Ф5 мы смотреть конечно же не будем мы Ферзь Е6 а в случае нормального адекватного хода Кроли Ц6 вот здесь слон Д5 очень сильный ход на самом деле и Ферзь Е4 тоже выигрывает но слон Д5 прям невероятно сильный ход конечно классная идея и в чем смысл такого хода зачем мы жертвуем слонам давайте покажу вариант до конца итак Кроли Д5 Ферзь Е4 Кроли Ц5 ну и здесь уже мы добиваем фактически черных ходом слон Е3 очень важный ход включая слона еще в атаку опять же таких ход Ферзь Е4 который компьютер сейт тут мы смотреть не будем понятно что Ферза под бой ставить смысла большого нет но в случае хода Кроли на Б5 здесь разные ходы уже выигрывают за белых ну самое точное сыграть мат 4 если мы хотим именно поставить мат максимально быстро ну и далее как бы здесь черные не сыграли и не получают мат допустим в таком вот варианте в общем понятно что порядка 10 ходов не самый простой и в общем-то найти его за доской было крайне трудно но тем не менее шах Ладья Е8 конечно же сильно напрашивался я здесь тоже перемудрил и сыграл с Табея после хода Ферзь Е5 вернее после хода Ладья после хода вернее Ферзь Е6 да я сыграл вместо Ладья Е8 Ферзь Е5 ну Ферзь Е5 идея была какая чтобы сыграть слон Е7 слон Е7 слон Е5 конечно же за белых и выиграть Ферзя но проблема в чем? проблема в том что у черных находится ход слон Е7 достаточно сильный после которого у нас не работает слон Ж5 и более того еще возникает очень сильная угроза у черных то есть при ходе черных при своем ходе они играют Ж6 крайне неприятный ход после которого у нас провисает Ферзь провисает слон в вариантах ну в общем тут у белых уже позиция почти что пройганная поэтому тут тоже нужно нам обязательно собраться и найти сильнейший ход и это ход Ладья Е7 и Раша такой ход нашел ну в чем идея? идея в том что на любое взятие Ферзьем или Королем мы играем слон Ж5 то есть мы играем слон Ж5 все-таки делаем эту связку да в худшей редакции чем она могла быть чуть раньше но тем не менее здесь в чем допустим проблема белых что мы теряем слона на поле Ф7 и сейчас если посмотреть на материал то мы увидим что у черных здесь с материалом все очень хорошо у них Ладья, Конь и Слон за Ферзя но тем не менее все-таки Ферзь есть Ферзь очень сильная фигура и плюс развитие развитие конечно тоже никто не отменял у черных все фигуры стоят на начальных позициях не считая Короля белые же после хода Ладья Е1 уже создают серьезную угрозу уже грозит мат в общем тут белым играть гораздо приятнее даже если позиция еще не форсирована выигранная но тем не менее понятно что в условиях там лидится особенно атакой за белых в общем-то выигрывается наверное в девяти процентах в девяти случаях из десяти в общем не сыграл он здесь Король Е7 хотя ход был довольно принципиальный он здесь сыграл Ферзь Е7 тоже взятие но взятие в худшей редакции уже для черных поскольку теперь после хода Слон Ж5 мы не теряем слона на поле Ф7 ну и далее последовало Конь Ц6 ну и здесь я тоже можно сказать что перемудрился Гостер в принципе сделал неплохой ход это Ладья Е1 пользуясь тем что Ферзь на связке все равно мы в принципе Ферзя этого съедим рано или поздно ну и далее последовало Ладья Ф8 здесь тоже я почему-то не съел этого Ферзя хотя мог бы у черных была возможность Ладья Ф6 еще сыграть вот но он сыграл Ж6 ну и далее в принципе здесь уже по сути было добивание почему-то здесь через пару ходов соперник катался потому что Ферзь теряется и кроме того еще и Ладья на поле Е8 здесь тоже уже не особо помогает в защите так что такая вот интересная партия довольно короткая не безошибочная там проценты были низкие и у меня и у соперника особенно но тем не менее в острой позиции это всегда бывает часто когда мы идем на атаку идем на такие неочевидные жертвы понятно что проценты в такой ситуации будут ниже чем при какой-то спокойной игре когда мы просто маневрируем без комбинаций в общем в принципе что хочу сказать интересный гамбит и он очень редкий понятно что против русской партии так мало кто играет поэтому вполне могу порекомендовать в общем-то почему бы не играть именно так ну и в целом вы можете идти на данную позицию через как раз дебют слона то есть дебют слона это ход слон С4 ну и далее у черных есть понятно что масса ходов слон С5 и конь С6 и конь Ф6 там Д6 слон Е7 например ну в случае хода как раз таки конь Ф6 вместо допустим конь С3 или вместо хода Д3 мы можем пойти конь Ф3 на в общем-то те же варианты которые возникают у нас после конь Е4 и конь С3 то есть черные не обязаны были идти сюда они могли сыграть там просто конь С6 но тем не менее такой гамбит вполне имеет право на жизнь в общем надеюсь что эта партия вам понравилась интересный гамбит можете его вполне применять особенно под бодицы я думаю что он будет крайне неплохим всем спасибо и до скорых встреч даже неудобно у нас есть гамбит ужеこоза решить она